Шумбрат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат РАЛ. И я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Наша программа посвящена культуре мордовского народа. И самым главным и сильным инструментом сохранения и развития культуры народа является его язык. Особым уважением в народе всегда пользовались люди, которые старались сохранить народный язык, изучали его, вели просветительскую деятельность на национальных языках. В историю по Волжье вписано немало ярких имен просветителей. И среди них Юртов Авгсентий Филиппович, ирзианский просветитель, этнограф, педагог, автор первого ирзианского букваря на основе кириллицы. И именно ему посвящаем мы сегодня нашу программу. Авгсентий Юртов родился в 1854 году в семье мордовских крестьян Гуфимской губернии. Сегодня это территория Республики Татарстан. С детства он знал татарский язык, и это дало ему возможность поступить в Казанскую центральную крещенно-татарскую школу. Позже Юртов продолжил образование в Казанской семинарии, где был единственным семинаристом из представителей Мордвы. Здесь он стал учеником видного педагога и востоковеда Николая Ивановича Ильминского, директора семинарии, который привлек талантливого молодого человека к исследовательской работе. Он поручил ему сбор материалов по фольклору, этнографии мордовского народа. Юртов изучал особенности языка, диалекты, собирал этнографический и фольклорный материал. Он также собирал и публиковал мордовские, чувашские, татарские народные легенды, сказки, песни и пословицы, описал обряды и поверье крещенной Мордвы уфимской губернии. Надо сказать, что Аксентий Юртов знал отлично русский, макшанский, эрзянский, чувашский, татарские языки. И со всеми представителями этих национальностей он разговаривал на их родном языке. Уже в 1872 году, в возрасте 18 лет, Аксентий Юртов сделал свой первый перевод на эрзянский язык истории Ветхого Завета. После окончания семинарии Аксентий остался в ней преподавателем, а затем преподавал в Мордовском училище при Казанской семинарии. Он работал в сельских народных училищах Самарской и Уфимской губернии. Много занимался переводами на мордовский язык. Впервые в истории мордовского народа Аксентий Юртов ввел обучение в сельских школах на родных языках – ирзянском и макшанском. В 1884 году под руководством Эльминского Аксентий Юртов создал и издал первый мордовский букварь, основанный на элементах русской графики. Букварь был более доступным, чем аналогичные книги других авторов. В нем содержались также образцы мордовской народной словесности и несколько молитв на ирзянском языке. Позже Аксентий Филиппович создал ирзянский алфавит на основе кириллицы, учебники для мордовских детей, перевел на ирзянский язык несколько православных религиозных книг. Вся его деятельность способствовала становлению письменного мордовского языка. С детства, воспитанный в православии, Аксентий Юртов в 37 лет стал священником церкви села Андреевка у Фимского уезда. Жители села Андреевка приняли Юртова очень тепло, так как к ним приехал родной по языку священник. В Андреевке он открыл церковно-приходскую школу, где обучал мордовских и чувашских детей грамоте. Памяти Юртова посвящена традиционная межрегиональная конференция Аксентий Филиппович Юртов – первый просветитель мордовского народа. В этом году эта конференция прошла 4 марта в Индинском районе. Научно-практическая конференция, посвященная Аксентию Юртову, первому просветителю мордовского народа, прошла 4 марта в Индинском районе на базе Оськинской средней школы. Мероприятие стало традиционным для нашей области. Оно проводится уже более 10 лет. Место проведения выбрано не случайно. Оськинская школа – одна из восьми в нашем регионе, где ирзянский язык изучается в качестве предмета. Участниками и гостями конференции стали педагогические работники, школьники, представители органов государственной власти, общественники – все те, кто занимается изучением и продвижением мордовских языков и культуры. Несмотря на серьезное название, конференция стала настоящим ярким праздником для ирзян и макшан. В фойе гостей встречали разнообразные выставочные площадки. Здесь можно было увидеть детские поделки, выставку народных ремесел, а также выставку литературы на мордовских языках, организованную дворцом книги. Тут же на мастер-классах можно было изготовить национальный девичий головной убор, мордовскую куклу-самокрутку или приготовить мордовское национальное блюдо – лапшеник. Практически все мастер-классы были подготовлены и проводились учениками школы. Гости также могли побывать на экскурсии в школьном этнографическом музее и познакомиться там с бытом и культурой ирзян. Гости посетили открытые уроки по родному языку и поиграли в национальные спортивные игры на открытом занятии по внеурочной деятельности. На конференции представляли научные доклады о деятельности Афксентии Юртова, говорили об организации работы по вопросу сохранения и продвижения родного языка и о приобщении детей к языковой культуре и традициям мордовского народа. Стало очень хорошей, доброй и, на мой взгляд, очень полезной традицией ежегодно на территории нашего края вспоминать имя выдающегося просветителя мордовского народа Афксентия Филипповича Юртова. Он вошел в историю Мордвы, в историю всего Поволжья, в историю русской культуры, как человек, который создал первый букварь для Мордвы Эрзи. Букварь, благодаря которому очень быстрыми темпами на территории Поволжья стала развиваться система образования, благодаря чему дети из простых крестьянских семей стали овладевать знаниями. Конференция имеет статус межрегиональной и в этом году ульяновцам было приятно принимать на своей земле гостей из других регионов Пензенской области и республики Мордовия. Это замечательное место, где дети с удовольствием изучают ирзианский язык, культуру, литературу, дети всяких национальностей с удовольствием идут на уроки, владеют различными языковыми приемами. Когда есть замечательные педагоги, учителя, тогда и достигается огромный результат. Мы с удовольствием будем сюда приезжать и, безусловно, считаю важным рассказать на этом событии о конкурсах педагогического мастерства как факторах повышения мотивации учителей эрзианского и макшанского языков. Родной язык, неважно какой, эрзианский, макшанский, татарский, русский, знать очень важно. Не зря говорят, что сколько языков человек знает, столько раз он и человек. Известно, что ученые-лингвисты доказали, что человек, который знает несколько языков, он лучше работает, у него развито лучше внимание, память, мышление, он быстрее принимает решения. Поэтому я уверен, что такие замечательные события будут продолжены и желаю всем самого хорошего. У нас в гостях сегодня один из организаторов конференции, представитель Института развития образования, главный специалист отдела стратегии и управления качеством образования Ирина Матюнина. Здравствуйте, Ирина Ивальдовна. Здравствуйте. Я рада приветствовать телезрителей программы «Шумбрат Раф». Ирина Ивальдовна, из сюжета видно, насколько ярким было мероприятие, сколько гостей собралось на нем. Вообще, скажите, пожалуйста, личность Юртова, насколько известна и популярна в мордовской культуре? И что вообще значит Юртов для Мордовы? Каждый народ дал миру великих людей – художников, поэтов, просветителей, ученых. Они олицетворяют рассвет национальных культур, обращение народа к родному языку. Юртов заслуженно стоит в одном ряду с такими общественными деятелями народов России, как Илья Николаевич Ульянов, Габдула, Тукай, Иван Яковлевич Яковлев. Но, к сожалению, имя Юртова не столь широко известно на территории России, а также среди мордовского народа. Но благодаря активной работе председателя Ульяновской мордовской национально-культурной автономии Сафонова Владимира Анатольевича имя Юртова зазвучало в полный голос. Ежегодно разрабатывается цикл мероприятий, направленный на ознакомление с деятельностью Аксентия Филипповича. В этом году прошла конференция в Инзенском районе Юртов «Учитель учителей. Первый просветитель мордовского народа». На конференцию приехали представители из Республики Мордовия, Пензенской области, а также из пяти районов нашего региона. На конференции учителя обсудили опыт работы, а также познакомились с новыми инновационными технологиями в сфере преподавания родного языка. Для учителей Юртов – это учитель. Это первый учитель, просветитель мордовского народа. Они помнят и чтят его заветы. Ирина Эвальдовна, а в нашей области есть еще места памяти Юртова? Благодаря совместной работе Ульяновской и Мордовской национальной культурной автономии и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области сделано немало. В общеобразовательной школе села Старая Бесовка открыта мемориальная доска с ее именем Юртов Аксентий Филиппович. Одна из улиц села Старая Бесовка переименована в улицу Юртова. В Кузоватовском районе открыта Кивацкая модельная библиотека, которая носит имя Юртова. В городе Ульяновске открыт сквер, который носит имя Юртова. Также Юртову присвоено звание почетного гражданина Новомыклинского района. Также мы проводим мероприятия, тематические выставки, экспозиции. Открываются музеи, в которых рассказывается о деятельности Юртова. Сегодня очень важно преемственность поколений для увековечивания памяти Аксентия Филипповича. Организатором конференции выступило Министерство просвещения. Расскажите нашим зрителям, какие мероприятия образовательного характера проводятся у нас в регионе для поддержания мордовского языка и мордовской культуры. Для учащихся и педагогических работников разработан цикл мероприятий, направленных на сохранение ирзианского языка и культуры мордовского народа. Ежегодно проводится Олимпиада по родному ирзианскому языку и мордовской культуре. Победители регионального этапа принимают участие в межрегиональной Олимпиаде, где ежегодно занимают призовые места. В феврале организуется декада, посвященная Международному дню родного языка. 16 апреля классные руководители проводят тематические встречи, которые приурочены к Всероссийскому дню ирзианского языка. Также на территории региона ежегодно проводится всероссийская акция «Диктант на ирзианском языке». В прошлом году было организовано 17 площадок, приняло участие более 300 человек. Для участия мы приглашаем не только учащихся и педагогических работников, но и жителей города Ульяновска. Учителя принимают участие в региональном конкурсе «Лучший кабинет родного языка». В прошлом году победителем стала Оргина Наталья Дмитриевна, учитель ирзианского языка села Живайкино Барыжского района. Одним из ярких мероприятий для учащихся является фестиваль народов по Волжье, где они погружаются в языковую среду. Для них организуются мастер-классы на родном ирзианском языке. Учащиеся и педагогические работники активно принимают участие в международной акции «Большой этнографический диктант». В прошлом году о Юртве был направлен вопрос в региональную часть диктанта. Особое внимание мы уделяем работе с дошкольными образовательными учреждениями. Мы считаем, что именно с дошкольного возраста необходимо включать этнокультурный компонент в образовательный процесс детских садов. Не случайно один из принципов дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта – это учет этнокультурной ситуации развития детей. Для дошкольников мы организуем фестиваль «Конкурс «Серебряные колокольчики». В этом году конкурс состоится 28 мая в городе Ульяновске. Приглашаем всех к активному участию. Этот год обозначен годом культурного наследия народов России. Совместно с Ульяновской областной Мордовской национальной культурной автономией мы разработали цикл мероприятий, направленных на сохранение арзианского языка и культуры мордовского народа. Ирина Эвальдовна, насколько востребовано изучение родного арзианского языка среди молодежи и школьников нашей области? Для оценки востребованности изучения арзианского языка мы провели мониторинг, который показал увеличение численности учащихся, изучающих родной арзианский язык. В этом году эта цифра составила 405 учащихся, изучая арзианский язык как предмет. Культуру мордовского народа изучают 600 учащихся в рамках внеурочной деятельности и кружковой работы. Если посмотреть на мониторинг по национальному составу, то мы увидим увеличение численности учащихся, которые причислили к себя к мордве. Также увеличивается интерес и учащихся, и педагогических работников к тематическим мероприятиям, направленных на сохранение арзианского языка. Данные обстоятельства позволяют нам сказать, что изучение арзианского языка на сегодняшний день востребовано и актуально. Спасибо, Ирина Эвальтовна, за очень интересную и полезную информацию. Конечно, очень важно, чтобы и взрослые, и юные представители мордвы знали о всех событиях, происходящих в области и в регионе, связанной с культурой мордовского народа. И по возможности, чтобы участвовали в них. Всех интересующихся мордовской культурой, хореографией, национальным костюмом приглашаем 15 апреля в 14.00 в Малый зал Дворца Губернаторский на семинар. Напоминаем, что наша программа выходит каждую первую, третью пятницу каждого месяца на канале Уллправда.ТВ. В записи ее можно посмотреть на сайте Уллправда.ру в любое время. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. Вас Томазанок.